Партнёр проекта – группа компаний «Железно». Урбан. Программа о городских проектах. 11.06 в Кирове. Программа «Урбан» в эфире. Ольга Близина. Анна Лапшина. И наши гости. Сразу же представляю гостей, а потом тему эфира назову. А ещё давай скажем, что мы сейчас находимся в прямом эфире не только на FM, но и на «Эхо Кирова». Не только на радиоволне, но и в интернете. В Ютьюбе, во Вконтакте смотрите нашу прямую видеотрансляцию. На всех площадках «Эхо Москвы» в Кирове вы можете нас видеть. Марина Белокрылова, заместитель управляющего кировским отделением ПАО «Сбербанк». Добрый день. Добрый день. Дмитрий Павлов, директор по маркетингу группы компании «Железно». Здравствуйте. Добрый день. Игорь Сикорский, руководитель отдела продаж компании «Риэлти Групп». Здравствуйте. Добрый день. А говорить мы сегодня будем об ипотеке. В масках, кстати, мы все. Мы все, да. Кто видеотрансляцию смотрит, может видеть, что мы соблюдаем все правила санитарной безопасности, рекомендованные теперь уже федеральным Роспотребнадзором и распространенным на уровень всей страны. Соблюдаем сами, рекомендуем вам. Да, пожалуйста, берегите себя, берегите в том числе и медиков, которые сейчас работают на то, чтобы сохранить наше здоровье. Но все-таки, да, к теме эфира. К ипотеке. Да, ипотека продлили буквально на прошлой неделе. Стало известно о том, что у нас будет льготная ипотека продлена еще аж до середины следующего года. И хотелось бы поговорить о том, какие результаты уже есть, а также о том, что цены растут на жилье из-за этого. Как пишут СМИ, правда, Минстрой российский уже говорит о том, что... Это не правда? Ну, нет, это не связано с льготной ипотекой, потому что просто жилье более качественное строится. Ну и вообще там самые популярные, больше всего пользователей, 90% кредитов на Санкт-Петербург и Москву и крупные города приходятся. Вот будем говорить об этом. Ну и стоит ли торопиться, если цены все-таки растут? Ипотека подешевела, стоит ли поторопиться с покупкой? Так мы тему сегодняшнего эфира обозначили. И, конечно же, вот эта вот история с тем, что вроде бы с одной стороны есть механизмы, при помощи которых ты можешь позволить себе качественно улучшить место своего проживания, а с другой стороны вроде бы такой ажиотаж, как бы, да, действительно ли эти две вещи связаны. И вот сейчас будем с нашими экспертами разбираться. Что с ипотекой у нас? Ну вот я думаю, что, наверное, Марина Белокрылова сначала пояснит нам, что происходит сейчас не столько даже с процентами, да, и со стоимостью этой услуги, сколько с тем, действительно ли сейчас вот вал пошел заемщиков, да, и желающих взять ипотечные кредиты. Действительно, после того, как мы с вами получили предложение от государства в части снижения процентных ставок, и особенно дополнительных программ для детей семьи, и наши партнеры, и мы действительно заметили увеличение роста заявок. И самое главное не только роста заявок, но и, как нам всем хочется, да, именно реализации этих заявок непосредственно в сделке. И если сравнивать 2020 год с 2019, однозначно все замечают, что увеличение прошло практически в два раза с небольшим, то есть именно по выдаче ипотечных кредитов, если сравнивать с 2018 годом, даже вот, ну мы знаем, что 2018 год был тоже очень благополучный в части выдачи ипотек, развитие ипотечного направления в нашей стране, в 2019 году мы наблюдали небольшое снижение, в 2019 год он действительно перекрыл даже 2018 год, и надеемся, что такая ситуация как раз продолжится, благодаря продлению процентной ставки для господдержки для этой программы. И если я смогу говорить именно, стоит ли торопиться, прям даже кратко, да, я думаю, что коллеги меня поддержат, однозначно это делать нужно, то есть вот эти вопросы, связанные с приобретением жилья, с изменением для себя жилищных условий, для своей семьи, по формированию капитала для своих детей, это те вопросы, которые являются важными, но, может быть, как сказать, важными и срочными, вот так. То есть, если есть возможности, а мы все-таки надеемся, что у наших слушателей возможности есть, решить этот вопрос сейчас, то лучше не откладывать. То есть сейчас благоприятный период, непонятно, продлят ли потом программу. Во-первых, непонятно, продлят ли потом программу, но если мы с вами говорим о том, что объемы выдач ипотечных кредитов увеличились, увеличились объемы продаж у наших застройщиков, агентств недвижимости в том числе, то, соответственно, предложение на рынке, оно потихонечку будет уменьшаться. Потому что все вкусное разберут. В том-то и дело, да, кто быстрее, тот и выиграл. Вот, соответственно, здесь нужно в любом случае уже этим вопросом заниматься. Вот если вы определились, что вы хотите это сделать, то дальше, конечно же, спешить не нужно. Нужно именно поспешить с тем, чтобы начать заниматься этим вопросом. А там дальше уже спокойно, разумно, без эмоций лишних подбирать интересную квартиру. Тем более на сегодняшний день, даже в наших условиях, мы в масках, да, мы остерегаемся выходить в... В мир мы остерегаемся выходить. Возможности, которые есть у застройщиков, у агентств недвижимости, у банков, в части подбора объекта недвижимости желаемого, они сейчас настолько велики. Самое главное, этим заняться, да, не полениться зайти в интернет, посмотреть квартиры, начать выбирать, быть гибкими по условиям, по своим предпочтениям, и просто делать уже первые шаги. Ну вот смотрите, вы сказали о том, что отмечается рост, компания была запущена где-то весной. Как динамика происходит? То есть, может быть, там был какой-то всплеск сейчас, когда особенно мы все узнали, что программа продлена, наступило какое-то расслабление. Вот отмечается ли что-то, какие-то изменения по месяцам там, по периодам? По месяцам, конечно же. То есть, у нас сначала, когда только была объявлена программа, в некоторых регионах, и у нас в том числе, мы наблюдали всплеск по заявкам. Потом, когда люди понимали, что до ноября месяца, в принципе, времени еще достаточно, было небольшое снижение, потом как раз и пандемия у нас началась. И уже начиная со второй половины лета, мы наблюдаем ежемесячно прирост заявок на приобретение квартиры. И он стабилизировался где-то, может быть, к концу августа. То есть, мы вышли на определенную планку, да, и этот уровень, он продолжает сохраняться. Бывают, я знаю, что у партнеров в течение месяца небольшие снижения, там, падение по заявкам, например, на первой неделе, а потом обратно возвращается. Но в целом, вот этот уровень, который был достигнут в августе месяца, он продолжается. И что еще этому способствует? Программа действует господдержке, плюсом застройщики в том числе предлагают свои дополнительные акции. Это вот на самом деле огромный плюс для наших жителей, да, у нас крупнейшие застройщики, каждый из них, в том числе, там, компания «Железно», и варианты предлагают, и в том числе, у нас есть программа субсидирования, где в течение первых двух лет можно выиграть по ставке существенно. То есть, даже вот не 6-я ЕДИТ, которые есть со стороны государства, да, там, плюс наша электронная регистрация, на сегодняшний день можно купить квартиру за 0,1% ставки в течение первого года. На первый год. Нам сейчас ключевое, да, максимально помочь жителям сохранить свой бюджет, да, и, может быть, даже уменьшить расходы на ипотеку в течение вот этих сложных ближайших периодов. Да, то есть это вот очень важно, что сейчас, если ты принимаешь решение о покупке недвижимости, это большая достаточно такая, ну, как бы, покупка, да, крупная, людей, многих сдерживает. То есть вот сейчас у меня, например, есть средства на первоначальный взнос, и вроде бы у меня всё хорошо, всё благополучно, но вдруг завтра всё изменится, да. И вот эта вот программа, которая там под 0,1, вы говорите, там, на какое-то первое время, она как раз вот эту гарантию даёт того, что даже если что-то произойдёт, всё-таки это подъёмная будет история для семьи. Да, да, именно. Вот это и помогает нам дальше двигаться по увеличению заявок. К Дмитрию Павлову у меня вопрос всё-таки. Вот эта программа по льготной ипотеке, она вас как поддержала, застройщиков? Здесь мы совместно с нашими партнёрами, наверное, наблюдаем повышение интереса и повышение спроса. И ипотека стала доступнее не только с точки зрения процентов, да, но мы также понимаем, что наши партнёры и банки снизили и первоначальный взнос. То есть вот этот вот порог принятия вот этого решения, да, как бы препятствия, оно снизилось, и сам этот продукт стал более доступный. Конечно же, мы наблюдаем активный интерес со стороны наших покупателей к этим продуктам. В течение этого лета, осень, мы каждый месяц бьём собственные рекорды по продажам. Таким образом, мы видим, что и продукт очень востребован, значит, продукт как жильё, да, продукт застройщика. И, конечно же, мы наблюдаем, что сами программы господдержки и различные программы субсидирования, они востребованы среди наших покупателей. Вот, это очень хорошая возможность. Сейчас, всё, что происходит сейчас в плане господдержки, значит, это следует рассматривать именно как возможность для текущих покупателей, для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, реализовать какую-то мечту о своём доме, о своей квартире. Значит, следует сейчас воспользоваться этим моментом, не откладывать это надолго, потому что, действительно, коллеги сейчас уже озвучили о том, что расходятся лучшие варианты, да, вот, и если мы говорим о строительстве, о отрасли, это, ну, немножко есть некая инертность, да, в реакции, то есть нельзя мгновенно построить ещё несколько жилых комплексов только за то время, пока действует, собственно, эта программа. Да, но вот вы сказали, что бьёте рекорды, а запас истощается, как я понимаю. Конечно, конечно, запас истощается, и сокращается время на принятие решений, то есть если наши покупатели выбирают, бронируют, вот, соответственно, и принимают решения раньше, потому что они понимают, что сейчас это предложение действует, его продлили, значит, и есть же ещё такой русский авось, то есть мы же очень часто наблюдаем такую картину, что, может быть, и сами такой сценарий реализуем, когда, так, до какого же месяца у нас там программа? Ммм, до ноября, да, ну хорошо, ещё много времени, но на самом деле не стоит, не стоит откладывать, заниматься этим вопросом нужно сейчас, и если, конечно, были такие планы, вот, то необходимо их реализовать, если были такие мечты, нужно уже приближаться к этому, и наши партнёры агентства недвижимости, наш офис продаж, застройщики, все участники отрасли сейчас помогут людям сделать правильный выбор, подобрать квартиру в соответствии с их запросами, пожеланиями, предпочтениями, и, конечно же, выбрать самое выгодное предложение по способу оплаты. Угу. Но мы сейчас вот к технологии вообще, как это делается пошагово, перейдём чуть попозже? Да, можно я только, тоже немного статистики от Кировского Минстроя, вот что они говорят, что за 8 месяцев этого года, правда, не весь этот период работала программа льготной ипотеки, выдано в Кировской области 9,5 тысяч ипотечных кредитов, 63 миллиарда рублей, и рост 114% к уровню прошлого года. Ну, средняя ставка с 9 до 7 снизилась, то есть льготные совсем какие-то очень интересные условия, доступные всё-таки не всем категориям граждан. Об этом тоже ещё поговорим, кем надо быть, чтобы существенно снизить себе ставку. Также в правительстве отмечают, что на 40% сократилось количество нереализованного жилья у застройщиков. Те самые запасы, да? То есть, я так понимаю, что это проблема была какая-то, вот, Дмитрий, как вы, или Игорь? Именно нереализованное жильё. Почему накопилось? Почему накопилось? То есть, одновременно сдавалось много жилых комплексов, вот это вот 40%, сокращение на 40% нереализованного жилья. То есть, в какой-то момент просто очень много строили и не успевали раскупать это всё. Или было слишком дорого, и вообще никто ничего не пытался купить. Или было дорого, или не было возможности, потому что до пандемии-то вроде как благополучная была ситуация. Смотрите, на сегодняшний день ещё, отмечу какой момент, по вторичному жилью предложений стало меньше. Потому что собственники некоторые, ну, даже, скажем так, прямо боятся продавать. И помимо этого, по вторичному жилью кредитование идёт по другой программе. То есть, не настолько выгодное, насколько идёт по программе... По новостройке. Да, по новостройке. Вот, соответственно, люди склоняются больше всё-таки купить новое жильё. Это более интересные районы, более развитая инфраструктура, новая инфраструктура. И, соответственно, уровень качества жилья, ну, отличается всё равно от вторички. Ну, и надо не забывать, конечно же, что всё-таки там время-то идёт, и дома стареют. Да, если ты покупаешь жильё в новостройке, то через 10 лет, когда, может быть, тебе надо будет расширять, да, площадь своего жилища, это будет более ликвидный такой, да, актив. А я всё никак не могу отделаться от мысли, что лучше вторичное, потому что оно проверенное, там ты хотя бы можешь поспрашивать обо всех проблемах, а вот в новое что-то он тебе продают, непонятно. Или уже современные застройщики, они гарантируют, скажем так, качество исполнения? Во-первых, ну, застройщики не то что гарантируют, они обязаны выполнить все нормативы и требования, которые в них заявлены в проектных логоверациях. Вот. Мало того, существует, ну, очень много государственных институтов, которые регулируют и контролируют застройщиков и защищают права покупателей. Но там уже не написано, чтобы там застройщик должен построить квартиру так, чтобы у меня всегда там была горячая вода, чтобы там было достаточно тепло и плесень не росла, например. То есть это всё потом как-то выясняется? Нет. Значит, смотрите, всё, что касается соблюдения строительных норм и правил или санитарных норм, эксплуатационные характеристики, все они регламентируются, все они контролируются. Вот. И есть очень такой важный цикл, важный этап в цикле купли-продажи квартиры, это приёмка, да, значит, квартир. И очень важно, помимо того, что люди купили квартиру в соответствии со своими предпочтениями и обратились, возможно, к экспертам, которые помогли, да, мы же очень часто, когда мы выбираем квартиру, мы находимся в состоянии такого неосознанного незнания. Мы не знаем, что мы не знаем о квартире, о покупке, да. Значит, как это можно узнать? Есть сейчас в наш цифровой век очень много информации в онлайн опубликовано, например, есть такой ресурс «Единый реестр застройщиков», где у каждого объекта, у каждого застройщика есть свой рейтинг по десяткам-десяткам параметров, где можно сравнить объективно профессионалы, выставляют эти рейтинги, на них ориентируются профессионалы в отрасли, которые занимаются реализацией. Вот. То есть если я ничего не знаю о квартирах, как её выбрать, значит, но хочу повысить свой уровень, да, я могу обратиться вот к таким ресурсам для того, чтобы именно выбрать на основе какой-то объективной информации. Но очень важно выбирать не только, скажем так, квартиру, да, или так комплексно подходить к этому вопросу, мы выбираем не только квартиру, мы выбираем жилой комплекс, и мы выбираем ещё управляющую компанию, которая будет помогать нам, да, вот в эксплуатации. Именно вот такой комплексный подход исповедует наша компания, то есть мы предоставляем, собственно, жильё, мы на этапе уже проектирования закладываем все необходимые торгово-сервисные предприятия, чтобы люди вот получили всё необходимое. Да, конечно же. И мы создали свою управляющую компанию, управляющую компанию от застройщика, которая помогает... Азбука быта у вас она называется. Всё верно, да, всё верно. Азбука быта во главе с большим профессионалом Татьяной Дёминой, которая, собственно, вот со своей командой помогает нашим жителям не только с какими-то бытовыми вопросами, но и формирует такую атмосферу добрососедства. Это очень важно в процессе эксплуатации, в процессе проживания, каким будет мой дом, каким будет мой двор, настроение, или как быстро будет реагировать управляющая компания на все мои запросы, заявки, решать какие-то насущные и важные проблемы. Всё это в комплексе необходимо рассматривать при выборе квартиры. И застройщики, и профессионалы, риэлторы, наши партнёры, они помогут сделать правильный выбор. Игорь, с таким вот запросом к вам приходят вообще чаще всего, что беспокоит людей при покупке квартиры? Ну, то есть запрос каков, да? Просят только квадратные метры или уже есть вот это сформирование? Нет, там очень много параметров, по которым идёт запрос при покупке объекта недвижимости. Это, ну, с самого первого начнём геолокация, то есть где располагается размещение. Да, это площадь в любом случае по этажам, балкон, небалкон, инфраструктура, детские сады, школы, магазины, парковки, развлекательные центры и тому подобное. Поэтому параметров выше крыши, по которым хочет человек, вплоть до того, что куда выходят окна. На какую сторону? На какую сторону света? На запад, восток, юг? Что видно из окна? То есть до таких мелочей люди как бы рассматривают. Вплоть до того, что расположение самой, ну, то есть сама планировка, то есть расположение комнат, как они расположены непосредственно в самой квартире. А есть возможность покопаться-то сейчас ещё? Вот как раз к тому вопросу вернусь, что новостройка или вторичка, то есть вторичка — это определённые варианты, которые, ну, как бы там уже особо не повыбираешь. А в новостройке, если это жилищный комплекс, то есть мы можем повыбирать в жилищном комплексе и выбрать квартиру мечты, так скажем. Ну, тот вариант, который большему количеству параметров отвечает. Да. Надо не забывать, что наши все застройщики на территории Кировской области проверены уже не одним годом. И, соответственно, можно уже в текущем моменте посмотреть, поспрашивать знакомых, близких информацию именно с данным и уже где живут несколько лет наши жители. Что они нравятся, не нравятся, что именно нравятся, да. И сравнить-то уже есть с чем. Поэтому, мне кажется, вот здесь именно не бояться, может быть, спрашивать, да, проехать по районам, посмотреть, какие внутри дворовые территории, насколько они удобны. Да, насколько само, сам дом еще, да, облицовка еще сохранилась, не сохранилась. Это все можно сделать и посмотреть. Я думаю, что даже и застройщики с удовольствием это покажут. Потому что я вот сама выезжала из компании «Железная» и в «Васильки», и в «Знак». Ну, действительно, уже не первый год стоят комплексы. Настолько комфортно находиться во дворе, настолько комфортно находиться в самом внутри дома, что ты получаешь и удовольствие, и семья может получить огромное удовольствие. Ну, то есть, есть уже такая, как бы, наработанная репутация у каждого застройщика. Уже можно там понимать, да, вот этому удается делать. Это хорошо, а вот это вот немножко подкачало, а здесь вот это хорошо, а здесь вообще все хорошо. Ну, я дополнил. Дополнил, значит, мы совместно со Сбербанком проводим такие интересного формата записи, мы называем «Ипотечный тур», когда мы совместно с нашими партнерами, представителями банка, приезжаем на объект, снимаем видео как раз, и это делается для того, чтобы людям вживую сейчас рассказать и показать, даже удаленно. То есть, люди, они не обязательно для того, чтобы узнать все об объекте, туда приезжать. Видео-показ, это называется, по-моему, у риэлторов, да, Игорь? Да, мы тоже такое производим. Добавлю еще, что помимо, вот как сказал Дмитрий, да? Есть площадка, на которой можно проверить надежность и отзывы о застройщике, можно обратиться в агентство недвижимости, которое даст рекомендации, которого застройщика лучше выбрать. И помимо вот того, что у них «Ипотечный тур», а мы, в принципе, проводим, скажем так, для жителей города, так и для того, кто приезжает и хочет купить здесь объект недвижимости. Или даже еще не приехал. Да, или даже не приехал, то есть, либо видеопрезентацию, либо мы проводим экскурсию. То есть, ну, условно, скажем, берем клиента за ручку и введем его в жилищный комплекс и знакомим со всей инфраструктурой, вплоть до того, что вот у компании «Железно» очень хорошо организованы шоу-руму, то есть, мы можем показать и отделку, какая у них чистовая, ну и, соответственно, какие-то определенные планировки. «Ипотечный тур», возвращаемся к нему? Да. Как это происходит? Значит, «Ипотечный тур» происходит очень интересно, и этот формат востребован среди потенциальных покупателей, то есть, интерес к такого рода материалам есть. Значит, представитель компании вместе, совместно с представителем банка проходят по жилому комплексу, значит, знакомят потенциальных покупателей с помощью вот этого видеоматериала, значит, с инфраструктурой, рассказывает об особенностях каких-то проекта, о его ключевых атрибутах. И дело в том, что культура потребления, она, конечно же, развивается. И вот наши партнеры, вот Игорь говорит о том, что очень много параметров, по которым люди выбирают квартиры, да. И мы стараемся в этих «Ипотечных турах», в других материалах и в презентациях, при личных визитах рассказать именно о тех преимуществах, которые соответствуют, ну, современному подходу к формированию продукта, такого продукта, как жилой комплекс или, значит, комплексное освоение территории, да, вот принцип наш. Он предполагает несколько очень важных пунктов, которые мы для себя, анализируя опыт застройщиков, мировой опыт застройщиков, лучших застройщиков России, выбрали для себя какие-то ключевые параметры, для того, чтобы вот во всех этих десятках параметров люди не заблудились. Вот, есть какие-то ключевые важные, которые мы своим опытом, разработком выделили для себя. Значит, например, это повышенная безопасность, да, повышенная безопасность, как в районе, да, то есть вот в микрорайоне. Ну, криминогенную обстановку, так называемую, имеем в виду, да. Ну, здесь много, значит, моментов. То есть не с технической точки зрения безопасности, а с точки зрения вот этой вот личной безопасности. И с технической, и с личной. И с технической тоже, да. Комплексная, это комплексный подход, это наше всё, вот, это железный стандарт, да, значит, То есть и с точки зрения технической, мы об этом чуть-чуть позже расскажем, и с точки зрения безопасности перемещения по району, когда ребенок... Мы стараемся так проектировать наши районы, что ребенок может попасть в детский сад или школу, не переходя через улицу. Через дорогу, через проезжую часть. Да, возможно, это какие-то внутридворовые проезды, это да, конечно же, но именно через какую-то улицу, через проезжую часть. И есть специальные способы для того, чтобы понизить скорость автомобильного трафика или многоуровневое освещение, что, соответственно, создает такую атмосферу безопасности в итоге в районе. Я уже не говорю о многих средствах именно информационной и IT-инфраструктуры, которые позволяют как раз управлять этим вопросом. Это, например, тоже видеонаблюдение. Видеонаблюдение в микрорайоне, видеонаблюдение в подъезде, в местах общего пользования. Видеонаблюдение, собственно, один из очень важных моментов. Значит, далее контроль доступа в дом и места общего пользования. И эта безопасность, она должна соответствовать всем другим очень важным ключевым критериям. Вот тут, скажем так, есть контроль доступа сейчас практически в каждом подъезде. Значит, вот эта безопасность, она должна быть еще и удобной. Например, в наших проектах, в новых проектах мы реализуем систему бесключевого доступа. Просто у меня есть мобильное приложение. На телефоне. Да, на телефоне. И я иду там с колясками или с сумкой, да, значит, и я не должен там все это вдруг бросить, начать искать свой там ключ. Я просто подошу к двери, она открывается. Вот, специально для меня, потому что у меня установлено там мобильное приложение. То есть даже телефоном не надо ничего никуда тыкать, они друг друга видят где-то на расстоянии. Да, да, все верно. И тут то же самое и с въездом на территории в комплексах, где у нас закрытые территории. Такие комплексы есть у нас и в Знаке, например, да. Вот, все это доступно для тех людей, которые сейчас могут выбрать вот в этом ограниченном спросе. Да, а почему ипотечная эта тура называется, вот эта вот экскурсия? Потому что мы объединяем, мы понимаем, какая информация нужна для наших покупателей. Их волнует сам продукт, значит, их волнует поиск самого выгодного способа оплаты. Вот, и поэтому мы совместно с нашими партнерами, значит, со Звербанком, вот делаем вот такие ипотечные туры, где мы одновременно рассказываем и о преимуществах продукта, и о самых выгодных способах оплаты, которые действительно сейчас. То есть варианты покупки получаются? Да, все верно, все верно. Потому что больше процент, в принципе, покупателей, это покупатели с ипотечным кредитованием. Тем более, ведь я просто чуть-чуть добавлю, да, учитывая, какие ставки сейчас есть, то можно, даже имея наличные денежные средства, можно их разместить под другой, повыше процент. То есть деньги на депозит сложились? Ну, не депозит, однозначно, да, депозит это уже... Прошлый век, да, нам пора забыть это слово. Действительно, вот, и есть другие, намного интереснее инструменты для получения дополнительного дохода, как раз воспользоваться предложением от государства в части господдержки этих программ, тем самым и вопросы решить по квартире, и плюсом еще себе умудриться заработать. Потому что, действительно, это все есть, если грамотно все разложить. То есть это сейчас возможно, вместо того, чтобы оплачивать, там, да, и нести дополнительные затраты на обслуживание, можно даже при имеющихся средствах сэкономить и заработать немножко. Если, смотрите, мы берем ипотеку под 0,1, да, даже на первый год, ведь денежные средства свободные, которые есть, размещаем, даже если депозит это будет 3,5-4%, вот у вас уже разница пошла. Да? Дальше, а если мы говорим про другие инвестиционные, страховые продукты, то там разница будет 5-6-7%. Слушайте, в этом вообще запутаться, конечно, не мудрено. Ну, это да, лайфхаки от Тибербанка и вернемся. Продолжаем сейчас, наверное, все-таки о программах, да, поговорим, потому что перед перерывом вышли как раз вот на эту тему, что оказывается сейчас, учитывая все те программы поддержки, которые существуют и со стороны государства, и со стороны застройщиков, у людей, даже имеющих наличные средства на покупку недвижимости, есть возможность немножко заработать и, может быть, отложить, да, на последующие обслуживания. Вообще, конечно, это звучит необычно. Звучит необычно. Вместо того, чтобы, да, ты выходил куда-то в минус и переплачивал, ты еще и зарабатываешь, покупая там... Покупая жилье. Жилье. Я хотела спросить, знаете, о чем? Выбор, ну, как я понимаю, все еще широкий. Сколько длится, во-первых, срок выставления квартиры, да, сколько она ожидает своего покупателя? И с обратной стороны, сколько времени требуется человеку на принятие решения по покупке? Ну, посмотрите, по экспозиции есть такое понятие, как правильно определенная рыночная стоимость. То есть, если определена правильно рыночная стоимость, квартира продается и нисколько вам сейчас, скажем так, не совру от одного дня максимум до трех месяцев. То есть, застройщик ли там, она выставлена и может в этот день же... Нет, если новостройка, там понятно, что там установлена стоимость. Если это вторичное жилье, если мы правильно определили рыночную стоимость, то есть, квартира, поверьте мне, мы продавали квартиры, которые сегодня выставили, завтра ее продали. То есть, продавали за один день. Но вы при этом говорите, что люди, владеющие вторичным жильем, либо придерживают его, либо, я так понимаю, все-таки ставят цену повыше, да, в надежде на то, что продастся подороже. Ну, тут работа уже специалиста по недвижимости, донести до человека, почему надо выйти с рыночной стоимостью. Либо мы просто будем стоять на рынке и, скажем так, помогать продавать конкурентам свои квартиры. Вот этот момент. Второй момент, как бы вторичку тоже продают, но продают, вот говорю, с целью, допустим, на нашем опыте было, человек продал квартиру с целью рефинансирования, скажем так. То есть, он продал студию, у него был кредит, он закрыл обременение, взял новый кредит под новую ставку и, соответственно, купил лучшее жилье, он купил себе Юродвушку в другом микрорайоне, тоже в новом, вот. И платеж у него остался, это же самое, он купил себе новую квартиру, то есть, улучшил свои жилищные условия при сохранении того же размера платежа. И вот здесь, Игорь, важную вещь сказал. У нас очень много клиентов, мне кажется, даже в целом, да, если брать жителей Кировской области, считают, что если есть действующая ипотека, то изменить жилищные условия возможности нет. На самом деле, на сегодняшний день это не является никаким барьером, потому что мы регулярно проводим сделки именно по продаже залогового жилья с целью приобретения уже дальше нового жилья. То есть, здесь это все работает. То есть, наличие действующей ипотеки по квартире не говорит о том, что мы эту квартиру не продадим. Она продается, да, и покупается новая. Самое главное уже вот об этом знать, да, и этим инструментом пользоваться. То есть, когда ты берешь ипотечный кредит, да, это не означает, что ты себя на 25 лет привязываешь к кому-то, к какому-то кредитному дому. То есть, всегда можно измениться. Это, кстати, большой стопор такой, да, для многих, насколько я понимаю. Да, многие об этом не знают. А если слышат, что квартира с обременением, соответственно, пугаются, скажу сразу как специалист, пугаться не стоит. Практически с любым обременением квартира продается. Но тут помощь нужна специалиста по недвижимости, который вас правильно консультирует, каким образом это провести. И вас, как продавца и покупателя, которому нужно объяснять, что эта история вполне такая стандартная. И даже на срок выхода на подписание это не сильно влияет. Здесь именно срок выдачи, срок приобретения квартиры, он в основном зависит от гибкости покупателя и продавца. Ну и, конечно же... От цены, договорятся, не договорятся. От цены зависит, и это, конечно, от специалистов, которые сопровождают. Обычно мы вот наблюдаем, что средний срок всегда был порядка 35-40 дней. Это я беру в целом и вторичное жилье, и первичное жилье. Мы с вами понимаем, что если идет покупка квартиры в строящемся жилье, там будет намного быстрее. Но так, в среднем, 35-40 дней. В этом, да, бывает... Мы спускаемся к 30 дням, бывают какие-то там периоды 40 с небольшим, но вот средний предел такой. И какой важный момент, что если договорились покупать с продавцом, дальше и банк сработает быстро, и однозначно партнеры сработают быстро, и возможности сейчас сделать все электронно, безопасно, безопасно для здоровья, безопасно в части перечисления денежных средств, этих возможностей на сегодняшний день очень много. Главное вот именно быть гибче и воспринимать все новые инструменты быстро. Да, и у нас был случай, когда... Это в прошлом году мы даже рассказывали уже, по-моему, и в эфире, когда клиент приехал из нашей дружественной Коми-Республики, и они у застройщика купили квартиру в ипотеку за один день. То есть они приезжают, у них есть одобренное решение там за два часа, они получили, приезжают в Киров, выбирают квартиру, и вечером они уже... Решительные люди такие в Коми-Республике. С сделанной сделкой. То есть такие случаи есть. Ну тут на... Ну тут доверие нужно, конечно. Должно отдать Сбербанку в плане развития их сервисов, и вот по безопасности и расчетов, по оформлению сделок электронным способом. На моем опыте была сделка, то есть я провел видеопрезентацию, человек находился в Воркуте, он не выезжал вообще сюда, в Киров, вот, и купил квартиру не выезжая. То есть мы провели сделку дистанционно, он находился в Воркуте, мы находились здесь, прошли все перечисления, перешел переход права собственности, человек приехал в Киров, я его встретил, мы передали ключи, передали квартиру. Он доволен? Он остался доволен. Когда он узнал, что мне не надо ехать специально на сделку, мне не надо... Из Воркуты далеко ехать, да, там... А человек на минуточку пенсионер, поэтому как бы ему кататься туда-сюда из Воркуты, и в силу ситуации с пандемией, как бы тоже не вариант, все вот как бы провели, человек очень остался доволен. Что еще интересного о покупке квартир мы не знаем, об этом поговорим через 20 минут в продолжении программы Урбан в 12.05, сейчас новости.